Йоу-йоу! Я решил, что третье Йоу — это слишком много. С вами Ваня, 12-я, по-моему, да, 12-я серия похождения, 11-й — это был стрим. Я выстроил коробочку, в которой можно прятаться. Ребята на базе, вот здесь, вот на этой вот базе, это Иркман с товарищами, по-моему, сейчас узнаем, у них камень как-то называется, производят учения по взрыву Вани при помощи проводов из, по-моему, да, из иммерсив инжиниринга. Пытаются создавать Йоу из чего-то другого. Я не уверен, что у них получится, потому что админы сервера очень не любят халяву. Я построил себе бочечку, коробочку, в которой можно прятаться. Вот, ну и так далее. Что происходило на стриме? Вы, наверное, узнаете из стрима. У меня вот есть вот такая вот штуковина. Вот, спасибо большое ребятам, особенно нашему Карьериусу. Вот, за эту штуковину он всю базу оборудовал, более-менее. Ну, в общем, на базе жить можно теперь, там, нормально. Также я начал немножко остро в Сорсере. А теперь я еще могу залазить в коробке к ребятам вот здесь вот. Идея производить энергию для индастриал крафта — это хорошая идея. Более того, я у них спер резинового дерева немножко, потому что мы начнем индастриал крафт. Я просто сейчас посажу, ну, что бросло. Так, кто же это такой? Это у нас Роуксиг энд Иркман. Вот, а вот этот вот камень надо удалить, а то он мешается в списке. Вот, можно пойти посмотреть, что происходит у Архенбиуса. Да, но он продолжает жить на полянке. У него тоже стоит, как и у меня теперь, черепаха Володя. Вот, у всех теперь есть вот эти вот штуковины. А что нужно сделать с этой штукой, чтобы она начала лить на тебя XPOOL? Наверное, Redstone на сигнал подать. Вот, что-то все прикипели к стимбойлерам. Стимбойлер крутые, но это же прошлый век. Это Minecraft 1.6. Вы чё? О, они построили домик, наконец-то. Наконец-то домик. Это хранилка. Ну, как могут. Как могут. Ничего интересного. Похвастаться нечем. Что булькает? Вот у них на базе всё время что-то булькает. Где-то здесь. Может быть, здесь. Какая-то из машин весело булькает. Ладно. Чем мы сегодня будем заниматься? Я начал Astral Sorcery. Меня оно интересует. А-а-а, у них у всех есть элитры уже давно. Вот. И, наверное, я им воспользуюсь. Для начала нужно немножечко... Во-первых, нужно найти Янтопортал. Я помню, у них камень рядом с Янтопорталом. Вот. Чпок. И у меня тут это... Всё нормально, всё хорошо. Единственное, что сделали какую-то синюю дорожку. Туда вот она идёт прямо до базы... Роуксига и Иргона. Ещё раз. Как его? Он вышел. Можно прочитать. Роуксиг. Вот. Что я сделал? Я сделал себе ещё... Ну, восстановил. Ух ты, это что такое? Это где? Надо сейчас исследовать. Это будет. Восстановил себе производство GridPower. Оно мне потребуется, когда я буду заниматься хитрыми вещами. А, во. Это мой карьерчик. Карьерчик, к сожалению... Карьерчик, к сожалению, настраивал карьериус. И, к сожалению, вот этот сундук принадлежит ему. Я не могу его перенастраивать, но пущай будет. Он всё отправляет наверх. Производство мобов мы временно почему-то, я не знаю почему, прекратили. Хорошо. Кстати, карьер накопал себе на апгрейд. Может быть, сегодня будем его апгрейдить. С мобовым всё хорошо. Эта эссенция производится. Я увеличил мощность печек. Так, где у нас? Вот у нас. Вот. А также за кадром после стрима я прошёлся по... Где у нас? Вот здесь у нас. Я прошёлся по вот этим машинам и напихал в них всякие понтовые композиторы. На удивление, вот эти даже беспонтовые композиторы намного лучше актедиков, которые использует Каериус. Ну, просто так, чтобы знали. Вот. Что мы делаем? Я пойду сажать деревья и я пойду... А, да, вот. Вот. Это красные орхидеи, которые можно собрать где-то в подземельях. Ну, просто растут. И, знаете, они вот производят ещё орхидеи и ещё редстоун. А, кстати, что можно сделать из орхидеи? Можно ли её пустить на редстоун? К сожалению, нет. К сожалению, она ни на что негодна, кроме как для производства редстоуна. То есть, ну, производится этой самой орхидеи всё больше и больше. Что говорит о том, что, в принципе-то, а на блоке редстоуна она будет жить? Просто интересно. Не лените за рудой. На блоке редстоуна ты жить сможешь, красава? Нет. Только на руде. Ну, ладно, на руде так на руде. Пошли за рудой. Пока я сверху. Кто-то оделся в мою броню. Ну, ладно. Или просто кто-то испугался этой самой брони. Так, а это была бочка, в которую я кому-то клал бумажку. Её кто-то не забрал. Ну, хорошо. Здесь у нас будут... О, броня. Здесь у нас будут жить вот эти саплинги. Пусть я живут. Нет, вот этого добра у нас слишком много. Вот, вырастут когда-нибудь. Что я ещё сделал? А, да, надо похвастаться. Машинка по производству. Ну, песка почему-то останавливается. Вот вопрос. Почему? Причём, если вот это выкопать, то всё продолжает нормально работать. И как часики даёт мне песочек. Песочек мне не нужен. Я его куда-нибудь дену. А ещё она даёт аквамарин. А вот аквамарин мне нужен. Где-то тут наверху. У меня производство Liquid Starlight. Я всё-таки поставил бочку. Вот, потому что Starlight производится больше. И Starlight потихонечку сам тратит. Такой маринчик, как не в себя. Вот. Система телепортации работает шикарно. Но единственное, что меня расстраивает, то, что нужен и зелёный, и жёлтый блок для телепортации меня в астросорсере. Чё мы дальше делаем? Шерепах стоит. Это мои сундуки. Может быть... Да. Я сейчас схожу вниз. На этот раз вниз ходить не так сложно. Вниз ходится прямо так бжик. Прямо так бжик. Сказал бжик. И поставлю свои сундуки вместо сундуковка Елиуса. Ну, просто. К сожалению, сундук на Тиму не делается. Это его сундуки, это мои сундуки. К сожалению, все сундуки личные. Вот. Я просто хотел бы, чтобы были мои сундуки. Я единоличник. Хотя, в принципе, если бы можно было сделать сундук на много народу, я бы сделал сундук на много народа. Почему нет? Керакс. И какой из них мой? Это Каериусовский. Это Эндер Чисты мои. Вопрос. Если я возьму сундук... Нет, он навсегда Каериусовский. Каериусовский. Хнык. Ну вот, с чего у нас есть. У нас есть дофига эндерменовских голов. У нас, на самом деле, намного больше способа приготовить эндерменовские головы. Эндер Энерджик индуит. У нас много чего интересного, на самом-то деле, есть. Вот. Я упер одну бочку с эндерперлами. И идемте смотреть вообще, куда я ее упер. Вот это сейчас из-за выгруженного чанка машинка, производящая Аквамарин, выгрузится. Так. Это моя маленькая астральная комнатка. Давайте, кстати, вот это вот сюда вот. Есть одна проблема. Она настолько маленькая, что я ее разламываю каждый раз. Тякс. Это моя маленькая астральная... Нет, песочек здесь. Песочек. Это пустыня, так что давайте песочек у нас где-нибудь будет на полу лежать. Пока что. Вот. Что здесь интересного? Что здесь интересного? Вот эта вот штуковина здесь, наверное, не нужна. Мы даем нести на базу. Этот столик всегда работает, потому что здесь рядом кристалл. Скорее всего, это прям понтовое-понтовое место. И здесь процессы будут происходить хорошо. Я научился пользоваться книжкой астральной. Крафт книжки очень простой, если что. Вот. Вот эта бумажка, это тоже, ну, сплошной аквамарин, и все. Тут надо наводиться вот на вот эти вот штуки и говорить Discovery. А, говорить Double Click. Так, что у нас есть? Вот эти штуки есть. Это нашел. Resonating Wand сделал. Что она дает? Понятно. Resonating Wand, это немножко не то, что я думал. Это палка для крафтинга. Надо выключить штуковину. Это всего лишь палка для крафтинга. И плюс она дает поиск кристаллов. Ничего интересного. Марбл есть. Скуте Марбл знаю, что такое. Легко крафтится. Орис. А можно листать? Да. Нет, листать нельзя. Да. Luminous Crafting Table. Да. Как бы это все, что есть. Constellation у меня никакие не открыты. Давайте смотреть в Exploration. Было бы неплохо сделать форезик или резонатор. Что она дает? Ага. Вот эта штука показывает, где хорошо ставить алтари. Окей. 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 Вот. Что у нас есть? У нас есть Starlight Crafting Altar. Может быть, имеет смысл сделать. Вот это я уже себе сделал. Infused Wood. Наверное, будет нужно сделать в какой-то момент. Crystal Grove. Нет. Но меня больше всего интересует, как сделать железо. Какой палочкой? Crystal Tools. Я не понял, что это такое. В общем, я хочу начать размножать синие кристаллы. До того... А, это просто... Да. Можно делать инструменты. Вот. Видимо, мне придется сделать себе Looking Glass. Looking Glass. Делается из глаз... Самый из глаз лензов. И на алтаре... На алтаре крафтится. Да. Все крафтится на алтаре. Мне нужны глаз пейны, палки. Вот. Из этого уже... Да. Я пошел на базу. К сожалению, мне тут, конечно же, дали вот эту штуковинку. Эта штуковинка до базы не добивает. Ну и фиг бы с ним. До базы умею доезжать я. Теакс. Мне нужны глаз пейны, золото, дерево. Да. Телепортация — это хорошее решение. Пора... Давно пора было начать. Теакс. И отсюда, да, надо не утелепортироваться. Че нам надо? Нам нужны лензы. Ленз, 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 ленз. Давайте астрал-ленз. Во! Ничего не хватает. Не хватает аквамаринов. А наверху тьма. Нам нужно много астральных ленз. Сможешь приготовить нам много астральных ленз? Работает, зараза. Такс. Из астральных ленз нам нужно приготовить телескоп. Что такое? Секстант. Телескоп. Один, пожалуйста. Теакс. То есть это на самом деле подзорная труба. Из подзорной трубы нам, пожалуйста, приготовьте... Что нам нужно? Вот это. Но его можно приготовить, чёрт, только на продвинутом алтаре. Я очень хочу, чтобы у меня рядом со мной был вот этот вот камушек. Что делать? Разносить, чёрт, вам всю эту халабуду. Чёртям. Сори. Чёртям. Но халабуда – это прям халабуда. То есть устанавливать здесь сундуки. Разносить, чёрт, вам всю халабуду. Строить здесь любяновый алтарь. И не париться. Вот эта штука мне очень нужна. Настоящий флотинг кристалл. Он для этого камушка прям вот. И... Я прям не знаю. Ну ладно, разносить халабуду. Хотел похвастаться. Этой киркой разносить эту халабуду – одно удовольствие. Она прямо... Да, всё-таки это даже ванильные энчанты. Это прям какая-то имбамагия. Вот. А учитывая, что эта штуковина... Она чинится хоть как-нибудь? Кстати... А её вообще можно заливать экспой, и она будет чиниться. Неважно, из чего она сделана. Да, она чинится. И это же... Это же, блин... Это... Красота! Не правда ли? Так, ну и находимся мы на самом деле на каком-то засыпанном странном месте. Надо его немножечко привести в порядочек. Зачем мне столько песка, я не знаю. Учитывая, что у меня там на базе песок производится в диких количествах. Ну, давайте пока сделаем так. Надо сделать что-нибудь с мобами, которые тут будут появляться. У меня, кстати, есть решение того, что можно сделать с мобами. Так, давайте вот здесь ещё пройдём. Чисто для эстетики. Вот это перетащим сюда. Столик у нас вот на этой высоте. Сундучки у нас будут вот здесь вот. А вот это барахло всё сюда. Продолжаем разговор. В процессе разноса халабуда я настолько увлёкся, что... Ну, я тут много чего снёс. Сейчас восстанавливаю пол. Ну, прям реально эта штуковина, она прям какая-то... Вот, и ты... Опа! Надеюсь, это не я сделал. Ну, вот. Получается как-то вот так вот. Давайте делать из этого алтаря имба-алтарь. Кстати, работает даже днём. Это хорошее место. Мне нравится. Единственное, что раскапывать вот эту пустыню... Ну, сейчас немножко ещё помучаюсь и включу этот самый билдер. Вот, может быть, хорошая история. Такс. Где-то у меня была книжка. Всё валяется. Раскидал. Вот странная история с этой самой книжкой. Смотрите. Орис. Есть. Рок Кристалл нашёл. Аквамарин нашёл. Аризонейтинг Ван сделал. Скутин Марбл сделал. Люминолус Крафтинг Тейбл. Вроде есть. Но есть проблема. Мне не дают следующий рецепт из этой книжки. Так. Ресёрч. Может быть. Тут ещё что-то есть. Нет. 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 Только Exploration. Exploration. Сделайте себе Looking Glass. Делайте себе Sextant. Абсолютно нету ничего про следующий столик. Есть что-то про следующий столик. Итак. Следующий столик. Один кристальчик. Ведёрка Liquid Star White. Ведёрка Liquid Star White. У меня была ведёрка. Вот оно, кстати. Нет. Стоп. О. И один кристальчик. Я надеюсь, я кристальчики-то не забыл дома, как незнамо кто. Но я забыл кристальчики дома. Интересная история. Давайте временно разместим вот эту вот историю здесь. 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 Они сохраняют. Да, они про себя сохраняют. Кто они такие, зачем они нужны. И самое главное. Они сохраняют в себе внутри энергию. То есть, в принципе, если вам нужно откуда-то быстро дёрнуть, можно таскать вот эту штуку, заряженную с собой, настроенную на дом, и ставить её прямо под собой. Правда, приходя домой, её надо будет заряжать. Так. Я хочу на Base. Die once. На Base. Что плохого я слышу? Я слышу злых зверей. Так. Что я сюда пришёл? Я сюда пришёл за кристаллами. Ой, меня интересует, на самом деле, ещё Displacement Wand. Push box forward. Я боюсь сломать. А, ладно, потом его используем. У меня есть вопрос. Я могу передвигать этот кристалл, или я не могу передвигать этот кристалл? Вот прям хороший вопрос. Что я ищу? Я ищу кристаллы. У меня были кристаллы. Кристаллы были, 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 были. Вот они. Кристалл овр можно, наверное, с собой взять. И вот этот вот овр с собой взять. Что у нас есть интересного? Чёрт. Я надеюсь, я её вложил в рюкзак, а не выбросил там. Вот эту штуковину можно здесь оставить одну. Хорошая палка, интересная. А, да, 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 стоп, стоп, стоп. И ещё я хотел сделать себе немножечко... Нет. Вот здесь. Вот таких штуковин. Это как из Томкрафта. Slowly illuminates a large area. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Я не люблю мобов, когда они ходят у меня рядом. Чё делать? Правильно. Освещать. Знаете, это с Кодзимом там вот это всё. Освещать. Где-нибудь здесь. А, да, кстати, сегодня же ночь. Это я просто тут всё вижу. На самом-то деле прямо ночь. Вот, освещать там. И то же самое сделать. Ой, у нас есть море. Забыл. И оказывается же это в гавани. Эээ, достали. Эээ. Их много. Очень много. Где скелет? Скелет где? Вон он. Я тут бегал, охотился на зомбей. Нашёл себя. Меня перенесли. Так. И лампочку сюда. Вот. Теперь здесь есть четыре лампы. А чё вон-то вот не растёт нифига. Должно расти. Вот. Которые более-менее уменьшат спаун на вот этой площадке. К сожалению, мы их сейчас не видим. Потому что у нас Night Vision. Но, да. У нас всё есть так. Вот сюда. Вот это вот всё в систему. Богачество. Богачество. Глаза, мясо, головы. Лук. Soulbound. Так. Барбли, арх. Нет, 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 нет. Чё на вот это, вот это, вот это, вот это. Остальное нам вроде как бы надо. Даже стрелы нам надо. Потому что стрелы я когда-нибудь буду стрелять. Где же у нас телепортатор? Вот у нас телепортатор. Что это было? Так. Тут та же самая история. Освещаем где-то здесь. И у меня есть надежда, что ещё некоторое время злые мобы не будут тут спавниться и обижать меня. Зачем мне столько голов? Overgrown Stone. Интересно. Так, где там надо поставить? О, я вот это ещё не срубил. Наверное, вот где-то здесь. Вот. Ну, а теперь тут более-менее ярко будет. Вот это надо почистить. Прицелиться и аккуратно почистить. А туда прям проблема залезть. Ну, и, собственно, вот в такой яме у меня получается астрал в сорцере. Но главное-то, смотрите. Он полный. Он днём полный. То есть, если я сейчас отключу Night Vision, он полный днём. Вау! Так, нам нужен был астрал. Нам нужен был аутар. Вот это для начала. Не хватает колонн, которых мы тут немножечко натырили. Ну, я случайно. На самом деле, они несложно делаются. И не хватает палочки. А что тебе не хватает? Что тебе не хватает? У тебя полный... Может, тебе реально ночи не хватает? У него же полный этот самый всего... Чё он, чё он? Пока у меня не делается аутарь, я сделаю вот эту штуку. Три на три скутит марбула под алтарём. У меня, кстати, может не хватит скутит марбула, я его не так много взял. Но, может, хватит. Три на три. Ой, всё-таки, кажется, мне нужно будет вот это место срезать полностью. Ой. Нет, знаете, глаза боятся, руки делают. Это не такая большая структура. Максимум мне придётся перетащить мои машины подальше. То есть она вот такая всего лишь. И не парится. А, кирпичики кончились. Вопрос, можно ли делать кирпичики без чизла? Получаются немножко не те кирпичики, к сожалению. Чизел нужен. Без чизла ничего работать не будет. Чё это он здесь делает? Без чизла... Пинк, пинк. Видимо, здесь. Да. Без чизла нет. Мне нужны кирпичи из Астрал Сорцере. Во. Ну, вроде похоже на правду. О, даже есть чизлит марбу. О, красота. О, красота. Фигня, конечно. Не красота, не фигня. Могли бы сделать более красивую конструкцию. Но даже такую собирать не очень приятно. Чё, готово? У нас полдень вообще. Я полдня потратил майнкрафтовского на то, чтобы это сделать. Давайте посмотрим. Колонны стоят вот на вот этих вот уголках между. И если по слоям, всё правильно. Это чизлит марбу. Ну, чего? Пять минут майнкрафтовский день длится. Можно вот это перетащить. Куда-нибудь, чтобы не мешалось здесь. И вот эти машины отсюда убрать. Сюда куда-нибудь. Ну, типа того. Произведу небольшой эксперимент. Пока всё-таки день всё ещё идёт. Солнце, конечно, садится. Чё будет, если я посмотрю днём в трубу? Да, посмотрел один такой. Но в трубу смотреть абсолютно без мазняк по одной простой причине. Она шевелится. И если ты наводишься на какое-то созвездие... Стоп. Я вспомнил ещё одну интересную историю. Можно же эти самые бумажки... Где у меня ящики? Хранить в самой книжке. Чем я прямо сейчас и воспользуюсь. Да. Бумажки хранить в книжке. Шифт-клик. Брынг, брынг, брынг. Нет, сюда залазят только бумажки. Вот. Видимо, надо проапгрейдить алтарь. И только после этого у меня откроется что-то ещё. Потому что всё, что я смотрю... Infused Wood я, правда, ещё не делал. Но он вроде ни для чего не нужен. Вот этот Forensic Resonator, наверное, имеет смысл сделать. Но он куда-то не туда идёт. Ну, спектр в рилей, это точно куда-то не туда идёт. Мне вот это надо сделать. Чего ему не хватает? Я не могу понять. Ну, ему нужен один стар... Самое... А на этом для алтаря он делается. Тот для алтаря я вообще себе попросил. Ой. В этой точке автор приносит свои изменения за то, что он опять перепутал кнопки. И опять я записывал всё то, что хотел поставить на паузе. А всё, что хотел записать, не записал. В общем, с алтарём всё получилось. Я там просто под колоннами не рассмотрел, какого цвета должен быть мрамор. Так, вот эта вот штука с Ева 55 синих камушков. Эти трубы из Ender Air нормально работают с Astral Sorcery. У меня есть Ender Tank с жидким Starlight'ом. Буфер для жидкого Starlight'а. В общем, всё шикарно. У меня есть новая машина. Это старая машина. Чокерка почти не потраченная. Она же заработала у меня новый модификатор. И я ей дал reinforcement. Соответственно, эта керка теперь используется мною для раскалывания вещей, которые требуют фортуны для их раскалывания. Соответственно, что здесь происходило? Ну, это Mechanical User. Он делает всё правильно. Это Block Placer из Open Blocks, который тоже правильно ставит блоки. И у меня нет никакой проблемы с тем, что какой-то мод там чего-то слишком много тикает. Этот, если есть, блок разбивает. Нет, блока не разбивает. Этот есть куда ставить, ставит. Я переразбивал вообще всё то, что у меня добыл карьер. И давайте сначала сходим к машинке, которая делает песочек. Где-то у меня была специальная штука для хождения к машинкам. Не этот. А где моя палочка? И в броне. Её тоже нет. В броне, кстати, стоит проапгрейдить инвентарь. Инвентарь оказалась просто... Слушайте, а куда я дел палочку-телепорталочку? Ах, да, дурень. И это я тоже забыл. Палочка-телепорталочка. У меня теперь работает меч. Я вставил в него апгрейд. И, соответственно, можно так вот телепортаться. Но машина, конечно же, остановилась. Сделала нам 16 аквамарин шейлов. Не забила до конца вот эту бочку. Тут ещё есть место под песочек. И, наверное, её, может быть, запустить, что ли. Давайте мы её запустим. А то что она стоит без дела? Вот. Штука заработала. На сервере у нас толпа народа. Огромная толпа народа. И пока у меня в руках будет магнит, вот эта вот фигня будет происходить, происходить и происходить дальше. Вот. Чё у нас интересного с мечом произошло? И чё с бронёй? Я убил... Ну, кстати, да. Я убил визера. Да, я убил визера. Это было очень страшно, это было чудовищно. Он летал тут везде, там всё разносил, швырял свои дурацкие головы. Я постоянно дох от визеринга. Ух ты, нам поставили новую машину. Электроник ассемблер из Open Computers. Опаньки. А это я тут чинил предметы, которые были поломаны при помощи вот этой жижи. Это Essence of Knowledge. Это прям термал-экстеншеновская. Экспаншеновская. Можно вот в этом вот энергетико-инфьюзере, если вот сюда поставить вот этот вот апгрейд, чинить предметы. Шикарно. У меня размножились красные цветочки. Настолько, что... Куда он весь Redstone делал? А, куда он делал Redstone? Сюда он весь Redstone делал. Ну, в общем, с Redstone проблем прям вообще нету. Пойдемте посмотрим на то, что у нас есть в системе. Я не знаю, потратили, не потратили. Darksteel. Да. Darksteel я теперь создаю в вот этой машине из стали. Песочек у меня здесь для того, чтобы золотую броню переплавлять. Если что. Pulverized charcoal. И тут у меня тонна стали. Что я делаю? Я иду вниз. Все интересные машины же внизу. Беру Obsidian. Нет, это Wizard's Block. Obsidian. И вот эти две машинки полностью заполняю сталью. Вот это еще немножко осталось от предыдущего прогона. Вот. Я думаю, я не буду больше тратить железо, потому что ресурсы, которые мы получаем, они не бесконечные. Хотя сейчас посмотрим, насколько они не бесконечные. Но мне очень-очень нужен Darksteel. Почему мне нужен Darksteel? У нас есть рецепт. Рецепт называется Reinforced Obsidian. У меня его всего три штучки. А нужно еще штучек 12. Нам нужен Grains of Infinity. Нам нужен Dark Iron Bars. И нам нужен Obsidian. Вот, собственно, Dark Iron Bars и Grains of Infinity — это проблема. Зачем нам это все надо? Понимаете, я тут убивал визора. А вот эта штуковина не позволяет визору пробраться сквозь себя. Ну, и провзорвать. Но, во-первых, он прекрасно все взрывает. Внизу я использовал... Где же эта палочка-то? Наверное, она у меня где-то здесь есть. Внизу я использовал палочку с замочком Protection Wand, которая просто вообще защищает блоки. Да, вот нижняя часть защищена вот этой палочкой. Но она как-то очень не щадя тратит мою экспириенс. Соответственно, мне как-то стало жалко. И я решил делать из вот такого красивого камня. Джинк! Reinforce Obsidian. Так вот, это 3х3х3. Визор отсюда выбрался. Через верхнюю. Соответственно, должно быть, вероятно, 3х3х4 в высоту. И тогда хоть что-то будет. И надо застроить вот этот низ, потому что... Ну да, он все-таки провзрывает. Некритично, но неприятно. В общем, визор летал тут. Как бы мне показать, где летал визор. Вот, тут все было в столбиках, потому что я летал на джетпаке и дох в воздухе. И строил потом столбик для того, чтобы добраться до себя. Ну, кстати, на самом деле, территория не то, чтобы сильно пострадала. Вот, как бы... Вот он застрял здесь и зачем-то начал копать... Увидел кого-то внизу и начал копаться туда, вглубь. И начал... Вот это, по-моему, прокопал визор. Вот, может быть, не визор. Но, в общем, да, он тут был где-то тусил. А я, пока я летал, заметил чью-то базу. Вот тут все раздолбанно. А может быть, это был пожар от этого озера. Вот, тут чья-то база. Я не знаю, чья. Скорее всего, человек ничего не запреватил. Да, может быть, просто ушел. Да, человек просто ушел. Спрусик. Ничего интересного. Ну, такая начальная база. Я боялся, что я тут этого человека всю жизнь испортил этим визором. Нет, нормально все. Вот, хорошо. Визор показал. Надо показать, как работает наша дурмашина. По созданию... Ну, по выкапыванию всякого полезного. По использованию кирки с форчуной. На всяком полезном. Что нам наработал карьер? Карьер нам забил этот сундук и начал забивать этот сундук. Я беру всякий уголь. Там вот это, вот это, вот это. Все то, что у нас разбивается. Что такое? Мануинфьюз нет. Электротин, да. И тащу наверх. Что у нас с карьером сейчас? Карьер у нас сейчас... Второго тира я его проапгрейдил. Это было не то, что прям вот очень дорого. Это было терпимо. Самое большое, во что я опирался, это были кристаллики, которые, собственно, он же и добывает для того, чтобы апгрейдить себя до следующего тира. Вот. Машина делает примерно вот это. Она просто тикает и заполняет вот эту бочку, которую уже сейчас, наверное, стоит будет сменить. Будет стоит сменить на, например, вот на эту. А может быть, просто добавить сюда вторую. И две бочки будут наполняться вдвоем. Соответственно, пойдемте смотреть на то, что у нас такое карьер. И заодно возьмем себе штуку под названием Void Resource Miner. Void Resource Miner, в отличие от Void Miner, Void Ore Miner, добывает нам всякое там камушек, андезит, гранит, вот эту вот всю фигню. Вы спросите, зачем. И будете абсолютно правы. Для того, чтобы добывать вот эту Mica. Mica — это то, что используется в апгрейдах. И добывается только при помощи вот этого Void Resource Miner. А вся остальная фигня, там типа лед, пакет лед, слумидер, там браунстон. Все, кроме спонжа. Ну и, может быть, еще чего-то. Ничего я не знаю. Но ничего он не добывает. Терракот он добывает. Это все фигня. Вот. Главная Mica. Где наша коробочка? Во. Я ее назвал Beidrog. Вот. И теперь мы вот-вот-вот здесь. Mobgrinder до сих пор выключен. Прям шикарно. А вот наш, ну вот наш, так, вот это наш Laser Lens. Это белый Laser Lens для добычи Miki. Сейчас карьер работал в режиме... Не пролезу. Добычи кристаллов и руды. Вот, вот эта штука, это у нас... Где он? Я же ее забрал только что. О, вот он. Это VoidOrMiner. Блок, на который он устанавливается, не сильно отличается от того, что было в первом тире. Правда, вот эти вот штуки, это второй тир, они требуют, ну, каждую коробочку проапгрейдить. Их не 24, а 32. Что неприятно, потому что пришлось крафтить первотирные. Кристалл Лазер Ленс был вот для вот этого. А для этого мы будем использовать White Лазер Ленс. Ну, просто вообще из белой краски. Для улучшения добычи Miki. Вот. Я, кстати, теперь прыгаю на два блока. Устанавливаем VoidResourceMiner. И он будет добывать Miki. Вот я уже добыл немножко этой самой Miki. И у меня есть Speed Modifier и Speed Modifier. Ну, собственно, первый тир от второго отличается тем, что во втором тире есть 4 апгрейда. Это пока пустые апгрейды, потому что мне не есть чего их делать. Все. Внизу неинтересно. Вот эта штуковина начинает добывать всякую фигню. Пойдемте посмотрим, что еще я сделал с ботиночками. Наша великая наковальня. Итак. Мечишка теперь у нас имеет апгрейд Travel. И, собственно, все. Ну, я добавил последний энергетический апгрейд. Броня не изменилась. А вот тапочки. В тапочки я вставил прыжок. Где он у нас? Нет, что в тапочки. В тапочки я вставил, во-первых, Талматурж с бутс из Фомкрафта. И прыгалку. Ну, это просто, по-моему, из пистона делается. Которую я вытащил из ботинок, которые нашел в подземельях. Ну, почему бы нет? Ну, а то теперь на два прыгаю. Классно. Вот. Соответственно, это примерно все, что можно рассказать. Еще у нас тут стоит Деценик 3. Что он такой невидимый? Видимо, он скин поменял. Ну, то есть можно сделать невидимый скин. И занимается ботанией. Мы его, это, вот, вчера ночью пришел. Ночью, где-то уже даже после того, как я все зафейлил с записью. Пришел, попросился, обиделся, что я ему не ответил. Построил тут open компьютер для управления чем-то. И вообще надо разбираться, что он тут наделал. Он fully automated way to make botania flyer from bone meal. Интересная история. Он автоматически делает любые ботанические цветочки из bone meal. End of flame. End of flame, это, скорее всего, кормление, программа кормления вот этих цветочков углем. Вот. Ну что, интересно. Я, наверное, воспользуюсь его компьютерами. Обязательно воспользуюсь его компьютером, причем прямо в следующей серии. Потому что мне уже надо, надо, надо. На самом деле мне надо что-то, что умеет общаться с миром и знать, что за предмет бросили ему и что за предмет лежит перед ним. Адаптер. Ну вот. Но модом open computers я пользоваться не умею. Вообще. Надо изучить. Вот такая вот смешная история про Ваню, который опять все зафейливал, просто перепутав кнопочки. У меня есть неизер стар, и я знаю, как убивать визера. У меня есть хорошая идея, как автоматизировать визера. Давайте посмотрим, приехали ли к нам. Вот. Приезжает Мика. Мика — это значит еще один апгрейд. Кстати, давайте его сделаем. Для апгрейда нам нужен accuracy. Нам нужен на самом деле speed апгрейд. Красненький. Где у нас красненький? А что такое? Это персоналу надо бот бикон. Да. Для того, чтобы у тебя все хорошо работало, тебе нужны две машины. Void Resource Miner и... Ор Майнер. Ладно. Давайте делать. Нам, скорее всего, потребуется вот это. А, да, еще карьер второго уровня. Начал делать керанит-кристаллы. Это начало третьего уровня. И, кстати, неплохо их надел. Может быть, я не знаю, получится ли у меня вот с этого запаса проапгрейдить и второй уровень, и ресурс, и Ор Майнеры. Потому что их надо апгрейдить все вместе для того, чтобы их можно было устанавливать на базу друг друга. Просто, ну, первого тира не ставится на тира второго, а второго не ставится на тира первого. Что нам надо? Нам надо вот этого немножечко, и нам надо вот этого, насколько я помню. Нам нужен null. Нет, не здесь. Noll Modifier. Noll. О, Dunk Noll. Говорят, он не тратит предметы. Но последний раз, когда я с ним играл, он мне все портил. Интерконект делается из Black Concrete. Ага. Для одного нового модифайера нам нужно две. То есть, один набор вот этих штук. Вот. Готовый null Modifier. И из null Modifier можно сделать Acuracy. А я, кстати, не знаю, что такое Acuracy. Надо прочитать. А вот почему... А, все понятно, почему это не его. Ладно. Мод называется Environment, а блок называется Speed. Вот, что у нас есть. У нас есть Flight Speed Modifier. Это для биконов. А есть Speed Modifier, который... А, он делается из синенького и вот этого вон с Deita и Mickey. В Nsdeit добывал еще карьер первого уровня. Нормально добывал, не проблема. Вот. Так что... Чпок. У меня есть еще один Speed Modifier, который надо просто пойти и вставить. Например, сюда. Вы спросите, зачем я делал себе Speed Modifier. О, 0 Modifier, когда из него он делается. Я не знаю, зачем. Вот. Мика добывается. Машина работает быстро. Энергии достаточно. Этим я местом доволен. А вот визором я недоволен. Было очень страшно. А, соответственно, на этом серия кончается. Рад был записать хоть что-нибудь. Да, кстати, у меня еще небольшое изменение в Mining Dimension. Может быть, в какой-нибудь серии я покажу, как эта штуковина работает, но я просто совсем решил пойти по читерскому пути. И надо обязательно это показать. Что у меня есть? У меня есть карьер с Shape Card'ом Quarry. Я решил, что у Shape Card'а я не буду использовать вот эту вот штуку, потому что он их выбрасывает. Он их не... Где моя коробочка для... Одна для Астрала, другая для RF Tools'а. Он их выбрасывает. А я не хочу, чтобы он их вообще трогал. Поэтому я использую фильтр, в котором написано вообще ничего неинтересное не трогать. И просто копаю. И тогда он у меня просто все раскапывает. А еще у меня есть Shape Card'а с Silk Quarry. А для Silk Touch'а у меня есть вот такой вот фильтр, который выкапывает мне все то, что можно потом отправить на разбивку с Фортуной. Таким образом, у меня есть Shape Card'а с Silk Quarry, и мне не нужна Shape Card'а с Фортуной. Фортуна жрет много энергии. А Silk Touch тоже жрет много энергии. Но когда мы используем фильтр, он же не выкапывает с Фортуной все то, что нам не надо с Фортуной. Он выкапывает только то, что надо с Фортуной. В результате он делает так. Бочка наполнена только тем, чем надо. Вот такая вот история. Ну что же, вот теперь серия действительно кончается. Большое спасибо за то, что продолжаете смотреть. Большое спасибо за то, что простили меня за то, что серия вышла такая коротенькая. Происходило много, происходило насыщенно. И, кстати, во, во, еще история. В Майнинг Дименшине начали появляться зомби. С вами был Ваня. Счастья, радости. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok